Приветствую вас! И первое, что приходит на ум, это работа в благотворительном фонде. Вы знаете, вот благотворительные фонды, международные благотворительные фонды, которые работают с людьми разными, где нужно помогать, и разносторонние навыки пригодятся в виде, собственно, искусства, там, что-то нарисовать, что-то сделать и так далее. Это первое, что пришло мне на ум, когда я прочитал ваше сообщение. Вы знаете, если же отвечать на вопросы о том, значит, как вам найти нужный алгоритм поиска себя, то единого алгоритма поиска себя нет. Каждый человек по-твоему, самим путем ищет себя. Если бы единый алгоритм поиска был бы, то он уже давно был бы опубликован на каком-нибудь ресурсе, и все бы его изучали, и все бы по нему действовали. Надеюсь, вы это понимаете. Если профессионировать человека как бы личность, а я являюсь психологом личности, профессионирую человека именно так, то личность как бы создает, конструирует себя, исходя из личностного выбора. Понимаете? И когда вы говорите, что я сколько лет не могу точно понять, какое у меня призвание в профессиональной деятельности, возникает вопрос. А вы вообще работаете? Если вы работаете, то где вы работаете? Если у вас доход, если вы не работаете, то, соответственно, вы можете позволить себе не работать. Это уже вопрос мотивации относительно того, значит, ну, относительно профессиональной деятельности. Понимаете? Ведь мало одного желания. Важнейший мотив, важен стимул. А вы пишите, мне тяжело жить без любимого дела, но при этом вы без него живете. Получается, что вам чем-то выгодна позиция, при которой вы ищете. Вы находитесь в позиции ищущего. То есть вы не находитесь в позиции человека, который просто берет то, где он говорит мне против, и начинает с ним развиваться. Вы именно пытаетесь найти что-то идеализированное. А идея идеализированное всегда значит отдаленное от вас. Это первый момент. Соответственно, если вы работаете, то тогда вам, собственно, нужно хобби. И это хобби может быть как услуги переводчиков. Кстати говоря, совершенно логично, что вы могли бы работать переводчиком. Вы могли бы переводить текст с два звезда языка. Вы могли бы попробовать реализовать себя в искусстве. То есть работая и имея досуг какой-то. Вы просто-напросто можете использовать вот его, этот самый, да, с углиталом, чтобы создать, ну, в каком произведении произведении искусства. Неважно какое. И потом представить его знающим людям, посмотреть, как вообще они его оценят. Если люди увидят ваш потенциал, можно пойти учиться в художественное заведение, где вы могли бы реализовывать себя так же. Понимаете? Если говорить о помощи людям, то это, соответственно, я вам не сказал, благотворительный фонд и волонтер. То есть весь вопрос в том, как вам соотнести себя. Свои стороны сильные и направления, в которых вы хотите работать, вы знаете. Вы говорите, что, что, значит, так, сейчас, секунду, вы знаете, вы пишите, что вы понимаете, что вам нравится. Но что знает не подходящую профессию? Мне кажется, перевод, ну, профессия переводчика, профессия волонтера, то есть работа волонтера и благотворительность. Это то, куда вы можете направить свои силы. Другое дело, как вам соотнести это сработать. Хотите вы получать от этого деньги, не хотите вы получать от этого деньги. То есть человек, в принципе, знаете как, он стремится заниматься любимым делом и при этом, чтобы это дело приносило ему доход. И правда заключается в том, что нужно, чтобы у вас был хобби. И хобби со временем будет вам приносить и, как правило, доход куда больше, чем, например, какая-то другая работа. Но хобби нужно заниматься, да, хобби нужно заниматься, как вам уже, наверное, сказали, просто так. То есть вот вы просто так занимаетесь каким-то хобби, изначально не планируя через него зарабатывать какие-то деньги. То есть весь вопрос заключается в том, как вы сами для себя разрешаете вот этот вот вопрос. Вопрос относительно того, относительно соотнесения дохода и любимого дела. То есть любимое дело вам нужно для чего? Для работы или для души? Если для души, да, то, соответственно, нужно исходить из вашего свободного времени. Если для работы, то, соответственно, смотреть, что больше всего приносит вам доходы. Может, где-то немного подучиться. Вот. Почему вы не хотите переводить текст? Не очень понятно. Вот вы говорите, я охотно берусь на перевод устный. Ну так вот, и поставьте на платную основу ваш перевод устный. Разместите свои услуги на фрилансерском сайте. И я уверен, к вам будут обращаться. Переводчики всегда нужны. Тем более, что вы владеете двумя языками, а это всегда очень важно. Вот. То есть здесь вот именно такой момент, как это все сгруппировать, да, соотнести и соотносительно, исходя из ваших желаний. А вот вы говорите, что язык всегда идет как инструмент какой-то специальности. Менеджер по продажам или по логистике. А мне кажется, это не совсем так. Я вот сказал, переводчики в первом... Языки идут в первую очередь как переводчики. И переводчики очень важны. Поэтому попробуйте подумать в этом направлении. Вот. Значит, вот язык, язык, которым вы владеете свободно, именно на него в первую очередь надо концентрироваться и продвигать свои услуги. Вот. Ну и касаемо всего остального. То есть, понимаете, важно избежать нескольких вещей. Первое. Это то, что у вас вот это вот положение устраивает. Да? Положение устраивает, в котором вы находитесь сейчас. Потому что уже сколько лет вы не можете понять. Если вы не можете понять, у нас какой-то стоит какой-то блок, какое-то препятствие. Ну, я не верю, что вы не думали о переводчике. Я не верю, что вы не думали о благотворительном фонде, о волонтерстве и так далее. Вообще, это какой-то конфликт. То есть, либо вы хотите обязательно получать деньги за свою работу и получать сразу, что мешает вам. Либо вы не хотите заниматься этим как хобби. Чтобы у вас было любимое дело, это именно должно быть хобби. Поэтому вот, постарайтесь подумать об этом именно в данном контексте. Я думаю, что ваша проблема в неуверенности в себе и в недостатке мотивации. То есть, в недостаточном количестве смыслов того, что вы делаете. Вот это вот, мне кажется, совершенно очевидно здесь. Тогда нужно просто мотивация, то есть, лучше понимать для чего и что вы хотите от этого получить, получить. Вот. И пробовать, 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 пробовать. Это, наверное, единственное, что можно вам сказать. Вы говорите, не хотелось бы работать без иностранных языков. А чего бы хотелось тогда? Вы говорите, что не хотелось бы работать преподавателем, не хотелось бы работать менеджером по продаже. Это все не хотелось бы. А чего хотели бы? Чего хотели бы? Вы понимаете, у вас, может быть, слишком разносторонние вкусы, да? То есть, перевод, потом искусство, потом желание помогать людям. Вместе все это совместить, может быть, не получится. То есть, здесь вопрос просто осведомленности человека относительно специальности. То есть, тут вот как, кто вам подскажет, да? Я думаю, что вам нужно просто выбрать ту свою сторону, которую можно поставить на поток, которая может помогать вам реализовываться. А остальные стороны используют как помогательные. Вот и все. Например, при переводе вы можете использовать свои навыки искусства и помощи людям. Например, для перевести что-то в качестве бонуса. Бонуса, например. Или делать скидки, материально помогая людям. Вот. Или особо внимательно относиться к клиентам. Понимаете, о чем я говорю? Но это не получается так, да? Я вам уже, в принципе, сказал, что вы можете работать с волонтером. Вот. Искусство, может, можно вынести отдельно, потому что точно не понятно, какой вид искусства у вас есть. Но тут можно и учителя найти, чтобы заниматься обычным искусством, и самой тренироваться постоянно. То есть, наиболее, что это хобби. Тысяча будет, тысяча, и вы сможете создавать что-то в сфере искусства, научиться, оформиться в свой стиль. А для этого, ну, и на этом заниматься. Ну, дайте себе установку, заниматься переводом с помощью людям, да? А искусством заниматься, там, два или час в день. Вот. И тогда вы будете реализовываться. И со временем, может быть, вы в искусстве достигнете таких высот, что переводчик, в последствии переводчика вам будет просто не нужна. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok